Шахматист бросил актрису, когда она была еще беременна. Свою дочь Нику он так и не признал. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Сливки Общества. Ставьте лайк на ролик, и вам точно сегодня повезет. И не забудьте подписаться. Впереди много интересного. А мы начинаем! Гарри Каспаров влюбился в Марину Ниолову после того, как посмотрел на ее игру на театральной сцене современника. Актриса тогда играла в спектакле «Три сестры по Чехову». Они были очень красивой парой. Вся богема Москвы судачила о них. Еще бы! Гарри Каспарову на тот момент было 21 год. Марине Ниоловой 37 лет. Но внушительная разница в возрасте тогда не мешала влюбленным. Актриса пригласила талантливого шахматиста жить к себе в квартиру на чистые пруды. Роман длился два года и завершился предательством со стороны Каспарова. Он бросил не елову, как только узнал, что она беременна. Немалую роль в разрыве отношений имела мать Каспарова, Клара Шагеновна. Она не была в восторге от такой возрастной возлюбленной ее талантливого сына. К тому же, любовь отвлекала Гарри от шахмат. Когда сын заявил ей, что Марина беременна, Клара Шагеновна убедила его, что ребенок не от него. «Это не наш ребенок. Если хочешь жениться на актрисе, лучше женись сразу на целом заводском общежитии». И он поверил. Гарри Каспаров. Я почти перестал видеться с Мариной. Поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим. Каждый из нас имел отдельную личную жизнь. Я попытался выбросить все это из головы и сосредоточиться на шахматах. Что ж, Гарри Каспарову действительно удалось сосредоточиться на шахматах. Он сделал отличную карьеру в этом деле. А вот с Мариной он больше не общался и ребенка так и не признал. В 1987 году Нейолова родила в 40 лет единственную дочь Нику. Никакой помощи от родного отца ребенка она не просила. Не искала с ним встреч. Спустя некоторое время она вышла замуж за русского дипломата Кирилла Геваргяна. Он и заменил Нике отца. Нейолова и Геваргян несколько раз кардинально поменяли свое место жительства от Парижа до Голландии. Благодаря разнообразию культур, в которых росла Ника, она к совершеннолетию знала несколько иностранных языков. В 2008 году девушка закончила Королевскую академию искусств Гааге, а второе образование, художественное, получала уже в Лондоне в школе дизайна. Она стала талантливым скульптором и создателем инсталляций. Выиграла несколько грантов. Ее работы выставлялись в разных странах мира. С возрастом ее внешнее сходство с Гарри Каспаровым только усилилось. Неизвестно, искала ли она встречи с родным отцом. Одно можно сказать точно. Она добилась успеха в жизни и без его участия.